Я Алексей Голубан из Харьковской Советской Обсерватории, из Вестерна Одновременно. И сегодня я хотел вам рассказать про космологию. По вопросам меня просили еще раз повторить вопрос Максиму о том, кто физики, кто не физики. Мы так поняли, что те, кто не подняли руку вообще, просто не понимают английского. Нет? Пожалуйста, еще раз. Кто физик? Спасибо. Кто где физик? А, Годи. Кто не понимает английского? Кто не понимает английского? Руслан, Витя, не обманывай. Хорошо, постараюсь как-то угодить и тем, и другим, как и с ними. Да, и презентация у меня будет на английском, во-первых, для того, чтобы угодить и все, и Максиму, а во-вторых, потому что мне было не переводить. Итак, космология. Если совсем вкратце, когда-то над ним давно был большой взрыв, Вселенная с тех пор расширялась. Вот в разных вертикальных сечениях мы получаем размер Вселенной в разный момент времени. Ну вот сейчас он стал такой большой, и в ней сформировались разные границы. Давайте теперь поговорим обо всем этом более подробно. Начнем издалека, просто чтобы дать общую картину того, где это все происходит. Вот как выглядит Вселенная на разных масштабах, что она собой представляет? Солнечная система – это то, что нам хорошо известно со школой. Давайте, чтобы сразу оценивать расстояние, будем выражать расстояние в масштабах времени. Вот сколько времени понадобится свету, чтобы пройти расстояние на каждом из этих масштабов? Ну, например, в Солнечной системе мы знаем, что от Солнца до Земли, вот Земли, вот это расстояние, свет проходит за 8 минут. От Земли до Луны за одну секунду. Ну, сразу же огромная разница расстояния. Вот когда с Луной идет радиосвязь, то отставание на секунду в одну сторону, на секунду в другую сторону, всего получается 2-2,5 секунды. Если пытаемся наладить нагрев, например, с Марсом, как, может, кто-то из вас видел в фильме «Марсиалин», то задержка несколько минут получается. Ну, до самых дальних планет Солнечной системы свет идет несколько часов, ну, а до дальних комет уже несколько дней, может, порядка недели. Когда мы переходим на больший масштаб и рассматриваем соседние звезды, то здесь время уже измеряется и в световых днях, и в световых неделях, и в световых годах. Расстояние на ближайшие звезды, арка Центавра, 4 световых года. То есть, когда мы смотрим на какую-нибудь звезду, то мы видим свет, который был испущен, когда мы были на 4 года младше, на 10 лет младше, и когда мы вообще не родились в случае, может быть, даже ярких, но далеких звезд. Есть и такие. Звезды вокруг Солнца расположены более-менее однородно. Но если мы переходим на большие масштабы, то мы видим вот такую прекрасную структуру, которую я описывал Массиво на предыдущей лекции, которая называется Млечный путь, наша галактика. Мы видим ее с ребра на небе, как яркую полосу, потому что все звезды, лежащие в плоскости галактики, сливаются в один сплошной светловатый фон. И чтобы оценить размер Млечного пути, чтобы оценить размер нашей галактики, наших привычных представлений о времени уже будет мало. Надо воспользоваться нашими знаниями и историей. Вот, например, от центра галактики до нас свет шел 25 тысяч лет, то есть 25 тысяч световых лет расстояния. Ну, это значит, что он был испущен тогда, когда еще в серио Аспоне были нарисованы вот эти прекрасные рисунки древних людей. Вот соседние галактики. Туманность Андромеды, или галактика Андромеды, М31, ближайшая сфер-массивная галактика, которая даже чуть больше наша, которая тоже, в принципе, относится к сфер-массивной, и много других галактик меньших размеров. От туманности Андромеды до нас свет идет 2,5 миллиона лет, то есть расстояние 2,5 миллиона световых лет. И это значит, что он был испущен тогда, когда нас с вами еще не было, когда людей еще не было на Земле, а жили наши дальние предки Астралопитов. Местная группа галактик, включая нашу галактику и Андромеды, находятся на этом рисунке вот здесь. Местная группа галактик. А это другие галактики и группы галактики, скопления галактик в ближайших окрестностях. Ну, ближайшая очень массивная группа галактик это скопление галактик в созвездие Делы. И здесь расстояние 54 миллиона световых лет. Здесь, помню, не было только 100 миллионов. Ну и это значит, что свет оттуда был испущен ненамного позже, чем в энергии динозавра. Ну, дальше эти скопления галактик. Формируют во Вселенной такую ячеистую структуру. Вот разные скопления галактик. Скопление Делы, где-то тут недалеко от центра, а его в ближайшие окрестностях сверхскопление галактик Делы. И вот здесь есть сверхскопление Дшеблик, к которому мы движемся. Вот оно настолько массивно, что притягивает все окрестные сверхскопления галактик. И они со временем стекаются на него, ну, по крайней мере, приобретают компоненты скорости, направленные к сверхскоплению Дшеблик. Как это было установлено, мы поговорим в конце лекции. Ну, а пока, скажем просто расстояние. Прежде всего, мы тут спрашиваем цифру, 650 миллионов световых лет, когда еще не начался кемпинг. Когда даже триломитов на Земле еще не было, был исключен свет из сверхскопления Дшеблик, который мы сейчас регистрируем нашими телескопами, но, конечно, только очень мощными, потому что галактики на таких больших расстояниях, даже сверхмассивные галактики, становятся очень маленькими, очень слабыми светимостями. Ну, и если мы перейдем на и все большие масштабы, на масштабы большие, чем сверхскопления, то Вселенная окажется в целом однородной. На масштабах больших, чем где-то 50-100 миллионов световых лет, Вселенная оказывается практически постоянной по плотности, и тогда, когда мы ее будем описывать, будет применима гидродинамика, которая имеет дело с однородными светами. Ну, об этом описании я тоже поговорим чуть позже. Ну, вот так выглядит Вселенная, если совсем вкратце. Состоит по порядку величины из одного атома на кубический метр. Содержит видимая часть Вселенной примерно 10 в 11 галактики, примерно 10 в 11 степени звезд в каждой из галактики. Вокруг многих звезд известно, что есть планеты. На одной планете нет жизни. По крайней мере. Ну, и вот снова разные масштабы. Максимов говорил об этом масштабе. Я сегодня буду говорить об этом. О звездах поговорит Дмитрий Геннадьевич. Ну, и также несколько лекций будут относиться к разным объектам. Вот в этом диапазоне масштаба. Солнечную систему мы на этой школе трогать не будем. И надеюсь, она когда-нибудь станет темой для другой подобной нашей школы. Ну, и теперь, когда мы шапочно познакомились со всеми действующими лицами космологии, давайте знакомиться более подробно с тем, что происходит на самых больших масштабах. И главная тема первой части нашей лекции это закон А. Закон разбегания головки. Этот закон возник в теории раньше, чем он был обнаружен экспериментом. И я журнучий говоря. В теории возникли модели, которые допускали такой закон. Но строгих предсказаний, что и как наблюдать, теоретики не делали. И наблюдение провел тот самый Эдвин Хабуф, о котором очень много говорил Макс, который вел классификацию галактики вообще был крупнейшим специалистом по галактикам за практически всю историю астрологии. Современная космология начинается с Эльбергия Иштейна, который в 1916 году построил общую теорию астрологии. Эта теория была способна описывать пространство на очень больших масштабах для очень сильных галактикционных планет. Она представляла собой обобщение специальной теории относительности, которую он построил 11 годами раньше. И то, что Эйнштейн получил в 1916 году, это прежде всего основные уравнения, из которых можно было рассчитывать любые галактикционные поля, и также несколько простейших приложений. Ну, в частности, он тогда же объяснил в рецессию переделия Меркурия, что стало одним из лучших доказательств общей теории относительности. Предсказал гравитационное линзирование отклонение луча света к галактикционной полиции. И оно действительно было обнаружено с этими годами позже и стало одним из первых подтверждений общей теории относительности. Но в 1917 году Эйнштейн задумался и над другим возможным приложением его уравнения. Он попытался своими уравнениями написать всю Вселенную в целом, ее динамику. Ну, ему это удалось с одним большим дном. Его Вселенная всегда вспомнилась. Она не могла бы стационаровать. Из астрономических наблюдений Эйнштейн знал, что Вселенная, как мы ее видим, на больших временах остается примерно такой же. Но его решение, такое стационарное решение, его уравнения, такое стационарное решение категорически отказывались давать. Ну, это, пожалуй, логично. Вот есть какое-то самогравитирующее вещество. Ну, пусть не совсем по мюнстанским законам, привычным нам, а другим, более общим законам, но оно само себя притягивает. Это значит, что оно само себя должно ускорять в сторону шага. Правда? И если мы попробуем найти какое-то стационарное решение, фиксировать это вещество в покое, то этот покой продержится всего лишь мгновение ока, возле чего материя начнет сама себя революционно притягивать и сжимать. Ну, Эйнштейну такое решение не нравилось. Заметьте, это еще даже до того дебата Кёртиса и Шефли, о котором говорит Массиво, на котором все еще не был окончательно решен вопрос о том, является ли мгновение океанной всей Вселенной или есть еще какие-то другие галактики. Тогда, в 1917 году, люди не знали против ничего по нему мгновения океанной. А личный путь более-менее не изменится временем. Поэтому Эйнштейну казалось очень нелогичным такое нестационарное решение, противоречившим всем, имевшимся на тот момент астрономическим данным. И он, вначале, старался его избежать. Он нашел такое решение и проблем. Он ввел то, что он назвал диамотажниками. Такое космологическое отталкивание к Селену, которое выражается если на очень простом уровне, в том, что между любыми двумя объектами во Вселенной действует ускорение разбеганий, не зависящее ни от их масс, ни от их плотностей, ни от их составов, а только от расстояния между ними. То есть вся Вселенная в целом растягивается сама по себе даже если никакого вещества в день. Ну, на самом деле такое упрощенное толкование во многом Ньютоновское, Нейнштейновское, для формулировки этого диамта члена ускорения не включало, а добавляло всего лишь один член в его уравнение Нейнштейн, уравнение, которое описывало правительство. Этот член содержал множитель лямбда, поэтому и получил название лямбда-член, а другое его название космологическое постоянное, космологическое константное. значение лямбда было очень маленькое. И вот именно это и служило оправданием для того, почему Нейнштейн берет такую из ниоткуда не следующую величины, такую из ниоткуда не следующую добавку его уравнение. Он аргументировал это следующим образом. Эта добавка не противоречит виду уравнений. По сути, это единственная добавка, которую в это уравнение можно добавить. Она может быть, может и быть в этих уравнениях, и уравнение с такой добавкой с лямбда-членом ничем не хуже, чем уравнение без него. Какие уравнения в самом деле будут реализовываться во Вселенной, общая теория сказать не может, это можно проверить только экспериментами или из астрономистом людей. Но то, что лямбда-члена нет, однозначно утверждать не может. Потому что необходимая его величина для теории оказывается настолько малой, что никакими земными экспериментами его обнаружить было бы невозможно сразу. Ну и тогда Ивстерин сказал, может быть такая величина есть, может быть на Земле она совершенно не важна, а в космологических масштабах начинает сказываться. Добавляем такую величину в наше уравнение и получаем стационарное решение Вселенной. Да, Вселенная имеет какую-то плотность, разные точки Вселенной взаимно притягивают, но есть лямбда-член, который их отталкивает. И вот это равновесие Вселенной это и есть то, что мы наблюдаем. Таким образом Эйнштейну удалось стабилизировать Вселенную. Он был рад этому решению и ворк-саборк влоге 1924 года, когда советский математик, физик, метеоролог Александр Гринман опубликовал свою работу, которую он доказал, что решение Эйнштейна неустойчиво. То есть это все-таки равновесие. Но такое равновесие, что стоит его немножко пошевелить в любую сторону, как равновесие потеряется. Стоит его немножко сжать, оно начнет дальше сжиматься, стоит немножко растянуть, оно будет дальше растягиваться. Как ручка, которую мы поставили на острию. В принципе это равновесие. И если мы поставим ее на острию идеально, уберем палец, то она могла бы в идеальных условиях стоять на острие бесконечно-доль. Но на самом деле мы немного пошатнули ее, убрав палец, мы ее поставили не совсем вертикально. Здесь есть какие-то колебания в столовой потоке воздуха, и это ее тут же будет в положении равновесия на быстро падает. Такой же должна была быть и вот эта Эйчкейзерская стационарная серия. Фридман это доказал, и когда Эйчкейзер познакомился с работой Фридмана, он признал, что лябда-член был величайший ошибка в его жизни и больше никогда не возвращался. Кроме того, что Фридман доказал неустойчивость решения Эйчкейна, он построил и другие решения. Решения также с учетом лямбда-членов. Фридман с лямбда-членов не спорил. Тогда великий решенок лямбда-членов еще не отрекся, поэтому Фридман был готов с лямбда-членов работать. И он посмотрел, что будет, если лямбда-членов немного меньше, чем необходимо для равновесия Вселенной, тогда Вселенная будет со временем сжиматься. Вот здесь построен радиус Вселенной в зависимости от времени, и вот это закрытая Вселенная, которая начиная из равновесия будет бесконечно сжиматься. Вселенная имеет также какую-то начальную скорость, то об этой начальной скорости мы тоже можем говорить как самая лучшая аналогия политкосмического корабля сжиматься. Вот вы знаете, что есть эритические, параболические и гиперболические. Вот есть какой-то массивный центр притяжения, и когда отсюда мы стреляем с маленькой скоростью снарядом, то он прутнется вокруг центра притяжения и вернется назад в алипс. С большей скоростью по менее растянутому эритсу. Где-то здесь есть круговая орбита. Когда мы увеличиваем скорость еще сильнее, то эритс становится все более вытянутым. Вот это орбит разных возможных эритических кораблей. Но когда мы увеличиваем скорость и все немного, эритс превращается в барабол, и космический корабль ходит до бесконечности. Скорость, которую надо придать космическому кораблю, чтобы это случилось, называется вторая космическая скорость. Если мы скорость увеличим и все сильнее, то барабола превратится в гиперпал. Гиперпал бывает много разных. Когда скорость станет очень большой, то космический корабль будет практически попрямой, едва-едва и загрузит в свою траекторию. Гиперпал много разных, эритс много разных. Парабола одна единственная пограничная случая между эритсом и гиперпал. Это то, что мы знаем из кектеровских орбит. Что-то подобное происходит и в космологии. Вот если Вселенная не сфункциональна, если Вселенная имеет какую-то скорость, она расширяется или сжимается, но делает это однородно. Тогда если скорость, которую имеет Вселенная, мало, то расширение сменится сжателем и Вселенная сожрется. Это замкнутая Вселенная, которая аналогично получилась. Если скорость как раз правильная, критическая скорость расширения Вселенной, то это будет так называемая плоская Вселенная, которая аналогична парамонической армии, второй технической скорости. И наконец, если скорость расширения Вселенной очень большая, то Вселенная будет расширяться бесконечно, ее скорость будет стремиться к какому-то отличному от нуля пределу, и это будет гиперболическая. Ну, и сразу имейте в виду, что я вас обманываю, говоря много неправильных слов биографии. Когда я говорю, например, о скорости, то возникает вопрос, относительно чего определять эту скорость, и этот вопрос оказывается очень сложно. Даже когда я говорю о радиусе Вселенной, то для этого радиуса может существовать очень много разных определений. Ну, например, как мы вообще можем определить расстояние в космологии? Ну, зависит от того, как мы будем его измерять, да? Можем, скажем, измерять расстояние посвятимости какого-то объекта известной яркости. Предполагаем, что святимости бывают по известному нам закону, и тогда мы получим то, что называется люминозный ресторан. Яблосное расстояние. Можем определять по-другому. Мы можем взять какой-то объект известного размера, находящийся где-то далеко, и посмотреть, под каким углом мы его видим. Вот есть объект известного размера L. Мы видим его под каким-то углом А. Решаем вот этот треугольник и находим расстояние R. Тогда получается то, что называют угловое расстояние. Можно использовать идиопределение. Например, можно определять время, которое нужно в потону, чтобы пройти от одного объекта до другого. Можно определять физическое расстояние во Вселенной между нами и этим объектом в данный момент времени. Это могло бы быть самым наглядным определением, но практически его реализовать гораздо труднее. Итак, здесь получается много и много разных способов определения расстояния. И все эти расстояния, хотя на близких расстояниях эквивалентных трудов, космологических масштабов окажутся разными. И когда для одной задачи мы пользуемся одними расстояниями для другой и другими, эти расстояния вполне могут не совпадать. Ну, когда Фридман нашел свои решения для несационарной Вселенной, то все стали предполагать, что такое расширение Вселенной или сжатие Вселенной действительно могло бы иметь место. Расширение или сжатие – это вопрос, который мог ответить только из примера, только на любви. Но для того, чтобы определить, насколько быстро Вселенная расширяется или сжимается, с какой скоростью движутся объекты в зависимости от расстояния до них, нужно было определить две величины – скорости объекта и расстояния. Если бы мы смогли изучить зависимость одного от другого, то мы бы узнали скорость расширения Вселенной. Ну и для обоих этих величин способы измерения в астрономии уже существовали или как раз создавались. Для того, чтобы измерять скорости астрономических объектов, был уже хорошо известен эффектом. Что это такое? Вот представьте себе, что объект, вот этот красный, движется вот сюда вдоль стрелочки с какой-то скоростью, испуская звук. В каждой точке он испускает звук, и звук расходится во все стороны по кругу или по сфере. Но вот эта вот, например, сфера, которая была испущена только что, вот эта сфера, которая была испущена секунду назад, две секунды назад, три секунды назад и так далее. Когда объект испускал старые, давние сферы, он находился где-то гораздо прогрел. Поэтому центры вот этих дальних сфер находятся тоже в прогрели. Все сферы как бы сдвигаются вперед вслед за движением объекта. Из этого получается, что вот тут спереди длина волны расстояния между сферами уменьшается, сзади увеличивается. Это тот самый эффект, который вы знаете, например, из наблюдений за движением автомобиля. Когда автомобиль приближается к вам, проезжает мимо и начинает удаляться, то тема у него шума сильно меняется. С более высокой частоты он переходит на более низкую. Как раз из-за того, что он движется с разными скоростями. Однозначно на нас, разными сферами. Первый раз, когда автомобиль приближается, мы находимся вот в этой области перед автомобилем, и слышим звук на высокой частоте. Когда автомобиль удаляется, мы находимся вот здесь, и слышим звук на низкой частоте. Ну, это особенно хорошо заметно, когда автомобиль, например, есть 7. Сдвижка частоты дается вот такой формулы. Изменение частоты равно начальной частоте умноженное на отношение скорости движущегося объекта к скорости сигнала. Эта формула только приближенная. На самом деле, когда скорость становится сравнима со скоростью сигнал, здесь появляются поправки, и формулы будут разные в зависимости от того, движется передатчик излучения или движется приемник излучения. По специальной теории относительности, когда это не звук, а свет, будет еще третья формула. Но в первом приближении они все работают вот так. Изменение частоты пропорционально в первом приближении скорости движения объекта. Когда объект приближается, частота увеличивается, когда удаляется, частота уменьшается. И для света это тоже работает. Когда мы берем спектр какой-нибудь звезды или галактики и замечаем там какие-то определенные спектральные линии, вот они тут черным отмечены в линии поглощения, соответствующие собственным частотам каких-нибудь атомов, находящихся в атмосферах этих звезд, то когда звезда, например, удаляется от нас, то все частоты будут уменьшаться. И для каждой из этих линий частота сдвинется. Ну, то, что мы здесь видели синим, здесь окажется зеленым из-за этой излишней частоты. Поэтому вот цвета оказались друг по другу. Но линии в целом сдвинулись относительно этих цветов. И измеряя, насколько сдвинулись линии, мы можем определять скорость объекта. Вот это технология, которую успешно применил Хаббл для определения скорости галактики. Второй ингредиент, который ему был нужен, определение расстояния до галактики. И в этом ему очень помогли циклиники. Это такие переменные звезды, у которых радиус и температура изменяются с течением времени, и пульсируют. Из-за этого пульсируют также их цветимость. Вот здесь на графике показана цветимость звезды Дельта Цефея, которая является цефеидой, которая дала этому классу переменных звезд название. Как функция времени. Вот здесь яркость звезды, вот здесь время. И вы видите, что периодические изменения происходят. У этих периодических изменений мы можем поменять период. И оказывается, что существует для этих звезд хорошая связь между периодом и звездной величиной. Яркостью звезды. Ну вот эта зависимость дается какой-то сложной эмпирической формулой, полученной из опыта, подгонкой наблюдательных данных. Примерные объяснения на пальцах для этой формулы тоже есть, хотя точные значения коэффициентов теоретически получить, конечно, уже очень сложно. И эксперименты, с которыми работаем мы, данные, с которыми работаем мы, тем более, с которыми работал Хау, основывались чисто на наблюдении в предприятии Дельта Цефея. И вот получается зависимость между яркостью и периодом. Ну вот зависимость здесь представлена на графике. Извините, извиняюсь, возьму. Вот здесь пошел период звезды. Вот здесь светимость. Чем больше период, тем ярче звезда. Ну здесь два разных класса Цефеи. Класс 1 и класс 2, которые в то время еще не умели различать. И с тем, что Хаббл их путал, была связана его значительная промашка в оценке расстояния. Для галактики. Для галактики. Ну так или иначе, примерно, по Цефеидам можно было оценивать расстояние. Как это делось? Вот видим в какой-то далекой галактике Цефеиду. Мерим ее яркость. Ну, например, ее яркость, максимум яркости. Мерим период ее пульсации. Расстояние от максимума до максимума. По периоду находим, какая в этой Цефеиды на самом деле светимость. Зная ту светимость, которую она имеет на самом деле, и зная ту энергию, которая приходит в наш телескоп, которую мы померили по нашей фотопластинке, мы можем определить расстояние до нее. Ну действительно, чем больше расстояние до объекта известной светимости, тем меньше будет его видимая яркость. Зная светимость, зная видимую яркость, находим расстояние. Ну, Хаббл все это правильно пересчитал и получил расстояние до тех галактик, в которых он мог наблюдать Цефеиды. Цефеиды хоть и довольно яркие звезды, но в далеких галактиках они все-таки неразрешимы. Неразрешимы, в смысле, их не удается отличить от других соседних звезд. Поэтому Хаббл мог таким образом определять расстояние только до ближайших галактик, ну, в той области, которую Массимов показывал на первой лекции. Но даже этого было уже достаточно, чтобы получить какую-то грань с замечательной зависимостью расстояния от скорости. Ну, это то, что мы в астрономии называем замечательной зависимостью. Вы видите, что тут точки пляшут. Некоторые галактики движутся вообще с отрицательными скоростями. Ну, вот здесь туманность Андромеды, которая приближается к нам и в конце концов должна будет слиться с нашей галактикой. Здесь, где прежде рано, магеллановые облака, которые также приближаются к нашей галактике и находятся в процессе поглощения нашей галактики. Но большинство галактик от нас все-таки удалялись. И вот Хаббл заметил это удаление, не он первый на самом деле, но он первый, кто построил вот этот график, аппроксимировал это удаление прямой линии. И вот в 1929 году, взяв расстояние и скорости ближайших галактик, Хабблу удалось получить угол на полного дейтаины. То, что мы сейчас называем постоянной Хаббл. Что это такое? Это, по сути, скорость расширения Вселенной. Вот представьте себе, все галактики во Вселенной как точки нарисованы где-то на каком-то шарике, который надувают. Шарик расширяется, галактики удаляются друг от друга по мере надувания шарика. Расстояние между всеми галактиками увеличивается. Но вот постоянная Хаббла – это скорость увеличения расстояния в зависимости от нынешнего расстояния. Скорость надувания шариков. И Хаббл из своих данных получил значение 500 км на секунду на мегапарсид. Давайте подумаем, почему такая разница. Кстати, парсиер – это размерность расстояния. Это величина расстояния примерно равная 3,2 световых полях. Это величина, которую астрономы любят, потому что параллакс – это первый способ определения астрономических расстояния до ближайших звезд. И парсиер – это пар дыблению, или та звезда, которая параллакс будет ветральной одной секунды. Ну вот, если мы рассматриваем две какие-то галактики, вот одна астральная галактика, другая – эллиптическая галактика, и расстояние между ними r, скорость удаления v, то закон Гауба говорит, что v равняется h умножить на r. Чем дальше галактика от нас, тем быстрее она удаляется. Ну и вот это h – это коэффициент пропорциональности. Поскольку uv – размерность километра в секунду, uv – размерность парсиеки, то uh – размерность должна быть километра на секунду на парсиеке. Ну, чтобы здесь… Ну, расстояние на галактике должны не парсиеки, мегапарсиеки, миллионы парсиеки. Поэтому берется вот мегапарсиек. Ну, вот именно такие величины. Посмотрите, у кого было чаще всего формулировано. Хотя вы видите, что мегапарсиек – это единица расстояния также таких километров. Их можно было бы, по сути, сократить, и тогда вот это по размерности оказалось бы эквивалентно просто 1 делить на секунду. И по порядку величины постоянная кабла оказывается временем жизни Вселенной. В минус первой степени. То есть если мы возьмем 1 делить на постоянную каблу, то это будет примерно возраст Вселенной. Время прошедшее с большого отсутствия. Но это оценка только по порядку величины, потому что это было бы так, если Вселенная расширялась в постоянной стоимости. На скорость расширения со временем единицы. Ну, вот это то, как можно представить себе расширение галактики видимых из какой-то точки. Вот это здесь, допустим, находимся мы. На Земле, или на Солнце, или в Млечном пути, даже не так уж важно. Все другие галактики, обозначенные синими точки, удаляются от нас вдоль вот этих стрелочек. И чем дальше галактика от нас, тем длиннее стрелочки. Тем быстрее она удаляется в совместии с законом Павла. Ну, из этого рисунка могло бы показаться, что мы находимся в каком-то избранном положении во Вселенной. И все остальные галактики движутся так, чтобы удаляться именно от нас. Но если мы возьмем за цель любую другую галактику, то с ее точки зрения все остальные галактики, включая нас, будут от нее удаляться и также будут удаляться по радиусу. Это, опять, то же самое, что видели бы какие-нибудь муравьи, находящиеся на поверхности надуваемого шарика. Каждому казалось бы, что все его соседи удаляются, а он является центром Вселенной. Но все точки шарика были бы равновесны. Еще одно маленькое замечание. Расширение Вселенной не означает, что рост Богдана увеличивается с вот такой скоростью. Это расширение, которому подвержены только те объекты, которые движутся на космологических расстояниях под действием гравитации. Точно так же, как муравьи, ползающие по шарику, сами не расширяются по мере надувания шарика, так и на всех земных объектах. Расстояния между атомами и гристаллических решеток остаются теми же самыми. Размер Земли остается тем же самым. Расстояние от Земли до Солнца. И даже наша галактика, как гравитационная связанная система, живет по своим собственным законам, сохраняет примерно свой размер, независимо от того, что делают другие галактики в долю. А вот другие галактики в долю, наверное. Ну, вот эта теория Хаббла, ну, закон Хаббла, согласовывался с тем, что было известно уже на тот момент из математических расчетов пунктов. Но все-таки этот закон понравился не всем и не сразу. Было предложено несколько альтернативных объяснений вот этого красного смещения далеких галактик. Приц Цвихи, американский астроном немецкого происхождения, предложил гипотезу устающего фотона. Как будто бы фотон, двигаясь на больших расстояниях, теряет энергию и постепенно из-за этого увеличивает свою длину волны. Но эта гипотеза опять же не противоречила экспериментальным данным, потому что движение фотона на таких больших расстояниях, на таких больших расстояниях никто до этого не исследовал. Но все-таки сейчас эта гипотеза отвергнута из-за того, что не согласуется с другими физическими и астрономическими наблюдателями нас. Другая интересная гипотеза, которая существовала в первые десятилетия современной космологии, это гипотеза стационарной Вселенной, которую продвигали Пойл, Бол, Бонни. Это теория, по которой во Вселенной в каждом объеме пространства само по себе рождается вещество. С какими-то вероятностями, с какой-то скоростью Вселенная расширяется, ее плотность должна была бы уменьшаться. Но на место уходящего вещества в каждом объеме тут же рождается новое вещество. Опять же, для этого нужно уничтожить данную скорость рождения вещества, и экспериментально опровергнуть эту теорию было бы невозможно. Но сейчас эта теория также отложена, потому что из других наблюдательных данных по космологии мы знаем, что Вселенная в течение времени все-таки меняется. Но, несмотря на гибель вот этих первых соперников космологической модели Фридман, все-таки по-прежнему многое в современной космологии нравится не всем. Ну, давайте двигаться к этому более постепенно и пока поговорим о том, как будут отличаться геометрии Вселенной для вот этих трех разных случаев. Оказывается, что не только динамика Вселенной будет другой. Но общая теория относительной стационарной связи между динамикой материи и диаметрией пространства. И в результате окажется, что если Вселенная замкнута, то она уже не подчиняется квотской диаметрии ефина. Она подчиняется элитической диаметрии. Если Вселенная открыта, то она подчиняется гиперболической геометрии Лобачевской. И только для параболической Вселенной реализуется гипридово-плоская геометрия. Ну, эти геометрии отличаются друг от друга многими свойствами. Давайте вкратце. Здесь геометрия гиприда через каждую точку можно провести единственную прямую параллельную данность. На сфере ни одной прямой нельзя провести параллельную данность. В диаметрии Лобачевского много параллельных прямых. Здесь сумма вовстре уволит на 180. Здесь больше 180. Здесь меньше 180. И на окружности 2π. Здесь меньше, здесь больше. Математики еще во времена Гаусса и Лобачевского задавались тем, какая же геометрия реализуется во Вселенной. И некоторые вели геометрию не просто теоретическую, а экспериментальную науку. Известно, что Лобачевский пытался измерять углы треугольников, образованных звездами. Гаусс пытался измерять углы треугольника, вершины которого находятся на вершинах далеких гор. Но все-таки не масштабы, на которых измерял этот Гаусс, а масштабы, на которых измерял Лобачевский были недостаточны, чтобы обнаружить кривизну в Вселенной. Современная космология допускает такую кривизну, но все-таки имеющиеся на данный момент наблюдательные данные, говорят, что Вселенная с хорошей точностью является плоской, то есть теплитовой, и движется практически с параболической скоростью. С точностью до погрешности здесь. Какие же измерения проводит современная космология, чтобы определять динамику Вселенной? Ну, самое простое измерение и, может быть, самое важное, продолжает всю ту же линию, которую использовал Лобачевский. Мы хотим изучить зависимость скорости удаления объекта от расстояния для него. Скорость мы по-прежнему можем определять из красного смещения. Более того, лучше использовать не саму скорость, а красное смещение, потому что понятие скорости является не вполне определенным при таких уровнях расстояния. Самая большая проблема с определением радиуса. Для того, чтобы определять радиус, нам нужны какие-нибудь стандартные свечи, как их называют астрономы. Какие-то объекты известной светимости. Вот если бы мы знали, что каждая галактика с какими-то свойствами, или каждая звезда с какими-то свойствами, имеет какую-то вполне определенную звездную величину, то, наблюдая такие объекты далекого происхождения, ну, в Советском Союзе тоже успели много поработать. Дальше было много других сообщений и от теоретиков о том, что такое излучение можно наблюдать, и от наблюдателей, что они наблюдают что-то подобное. Но эти сообщения так никому и не удалось собрать вместе вплоть до 1964 года. В 1964 году Роберт Дики уже начал подготовку к сооружению экспериментальной установки для наблюдения космического микролнового фона, когда его вдруг, неожиданно, опередили Пензиас и Вильсон. И Дике пришлось сказать, ребята нас обскакали. Пензиас и Вильсон тестировали для индустриальных целей вот такую большую роговую антенну, или как это сказать, гон-антенну, которая должна была принимать микроволновые излучения. И они получали какой-то шум, от которого они никак не могли избавиться. Они искали причину в голубях, которые гнездились в этой антенне, выносили голуби, отстреливали голубей, чистили антенну от голубиного помета, ничего не помогало, искали причину в каких-нибудь шумах, детекторах. Все в эксперименте было идеально. После этого они обратились к теоретикам с вопросом, может быть, это все-таки не погрешит нашу эксперимент и какое-то реально существующее астрономическое или физическое явление? И теоретики сказали, да! Это Космический микроволновой фонд. Поздравляем вас, ребята! И дали им предискупение. Ну, Космический микроволновой фонд в первом приближении, то, что видели пенсия с лицом, представляет собой однородное излучение, приходящее одинаково со всех сторон на небесной сфере, с одной и двойшей мягкой с единицей площадью, с аспектом, очень похожим на аспектом абсолютно черного тела. Это все удалось получить с наземных наблюдений, но когда были запущены первые космические спортики для наблюдения космического микроволнового фона, удалось обнаружить и отклонение от однородности в этом космическом микроволновом фону. Первое отклонение – это гипольная составляющая. Вы видите, с одной стороны излучение приходит чуть больше энергии, с другой – чуть меньше энергии, и вы сразу можете предположить, что это могло бы быть, правда? Нет? Мы на первой половине лекции об этом много говорили. В плане определения скорости. Назвестение. Эффект ДО. Вот Земля вместе с Солнцем, вместе с нашей Галактикой движется в какую-то сторону. И там, в той стороне, куда мы движемся, мы видим космический микроволновый фон смещенный в фиолетовую сторону, то есть с большей энергией, а сзади видим его с меньшей энергией. То есть тут мы можем сказать, что мы движемся вот сюда. Как раз там находится сверхскопление Шепли. Именно таким образом и было определено, что мы движемся к нему, что оно является великим отравом, великой точкой притяжения для всех окрестных скоплений Галактика. Ну, дипольную компоненту вычитаем. И тут появляется что-то еще более интересное. Появляется яркое излучение вот здесь в плоскости. Причем эта плоскость совпадает с плоскостью диска Млечного Пути. Ну, логично. Если в диске Млечного Пути какая-то нагретая пыль, нагретый газ, они могут также излучать в микроволновом фоне, в микроволновом диапазоне. Слабее, чем космический микроволновый фон, но тоже какой-то вклад дают. Вычитаем. Ну, мы можем и вычитать, потому что излучение не тепловое. И на вот этот вклад до артик придается скорректист. Вычитаем. И вот что осталось. Остались какие-то случайные фруктуации в отрасли излучения космического микроволнового фона. Небольшие фруктуации его теплового. Вот это и есть самое интересное, что с космическим микроволновым фоном сказано. Ну, эти фруктуации наблюдались несколькими разными телескопами. Копе пронаблюдал их с очень плохим разрешением. Ну, вот когда он работал. Потом WMAP пронаблюдал их с лучшим разрешением. Сейчас работает телескоп в план. Вы получаете еще более высокую точность. Кроме того, меряете еще поляризацию этого излучения. Как в разных плоскостях. Зависит интенсивность космического микроволнового фона. Ну, вот работники Копе тоже получили свою нобелескую премию в 2006 году. Работники остальных телескопов пока нет. Хотя результаты их, конечно, более точные. Вот здесь на графике представлена зависимость интенсивности энергии на разных сферических гармониках от номера гармоники. Те, кто уже учил методематизики, знают, что такое сферические гармоники. Тем, кто еще нет, как я могу сказать. Вот это, скажем, то, как неоднородно плотность энергии излучения космического микроволнового фона на самых больших масштабах. На размерах порядка одного радиана, половины радиана. Вот это уже размеры какие-то порядка одной десятой и одной сотой радиана. Вот это уже порядка одной тысячей. Ну, и на разных масштабах угол неоднородность оказывается разной. Самая большая неоднородность вот именно в такой области. Ну, и промерим неоднородность космического микроволнового фона на разных глинах пол. Это сравниваем с теоретическими предсказаниями. Поляризацию, вот тут она внизу, тоже сравниваем с теоретическими предсказаниями. И благодаря всем этому уточняют стандартную космологическую модель. И таким образом получают еще одно ограничение на тот же график, который мы рисовали раньше, для зависимости плотности темной энергии, темной материи и так далее. Другой способ уточнения, последний на сегодня, это формирование структур во Вселенной. То, как будут во Вселенной формироваться структуры, тоже можно замоделировать. При разных законах расширения Вселенной структуры будут формироваться по-разному. Ну, и вот здесь нарисована плотность галактик для разных законов расширения Вселенной. Ну, лямбда-сидент, данная космологическая модель, вот она, и здесь рисована Вселенная на трех разных значениях красного смещения. Красное смещение, равное нулю, это нулевая скорость удаления от нас, то есть та точка, где мы находимся. Красное смещение, равное единице, это точка, которая удаляется с очень большой скоростью. Так что смещение линии происходит в два раза, смещение единице, и вот красное смещение, равное единице. Ну, и сравнивая это с наблюдаемым распределением галактик на небе, мы можем посмотреть, какая из моделей лучше всего согласуется с наблюдательными данными. Стандартная космологическая модель или вот другие имеющиеся модели. И таким образом мы получаем вот эту желтую область, ограниченную формированием звуки. Зеленая область ограничена космическими фонами, синяя сверхновыми. Ну, и вот где-то тут в их пересечении и должна лежать реальная космология. Стандартная космологическая модель. Ну, таким образом и удается уточнить все вот эти основные параметры. Ну, стандартная космологическая модель хоть и общепринята, конечно же, ее не сильно любят. Совершенно справедливо говорил нам Массимо о бритве Акава. Не кажется ли вам, что мы Акава разочарованы? Что мы ввели слишком много свободных плодоночных параметров? Темная материя, темная энергия. Постоянную хаббла тоже подстраиваем. Если, ну, для темной энергии и темной материи, в принципе, в каком-то смысле можно считать свободными параметрами законные изменения их плотности от времени. Возраст Вселенной. Ну, и если все это посчитать, то получается, что в современной космологии порядка десяти свободных параметров. И поэтому хотелось бы поискать какие-то альтернативы, какую-то общую теорию, где та же космология исследовала бы измельчивать числа подоночных параметров. Ну, были какие-то старые поли, которые сейчас отвергнуты. Сейчас лучшее, что удается сделать, это просто точно подстраивать имеющиеся параметры. Ну, например, рассматривать плотность минулевой кривизны, вводить больше членов с другими зависимостями плотности от размера Вселенной. В частности, плотность темной энергии делать не константой. Ну, кроме этой тонкой подстройки, можем рассмотреть, например, теплую темную материю, у которой большие скорости уже сопоставимы со скоростью света. Такие теории тоже сейчас строятся и имит некоторый успех, но в стандартную космологическую модель пока не вошли. Есть довольно еретическое направление, модифицированное ньютоновой динамике, которая говорит, что темной энергии нету, темной материи нету. Просто законы движения другие вводят много подвоночных параметров либо в закон навитации, либо во второй закон ньютонов уравнения движения. И после этого их тоже удается многое воспроизвести, начиная от космологии, заканчивая кривыми вращениями экологии. Ну, эти теории пока все-таки тоже в отношении подгонки наблюдательных данных малым числом параметров уступают стандартной космологической модели. Ну, стандартная космологическая модель дает какое-то предсказание для истории Вселенной. Была в Адвардской эпохе, когда Вселенная была совсем молода и только взорвалась. Первые десять в минус сорок третьих секунд существования Вселенной. На таких малых временах, пожалуй, и о времени это не имеет смысла говорить, потому что Вселенная была очень неоднородной в пространстве и во времени. Вот в такое время, десять в минус тридцать шестой, десять в минус тридцать третьей секунды, была эпоха инфляции, когда Вселенная очень быстро расширялась и приобрела ту кривизну, ну, и, грубо говоря, ту скорость разлета, которую она имеет в настоящий момент времени. Ну, вот тогда Вселенная была разбросана с какими-то скоростями, и после этого уже двигалась по тем уравнениям Гритмана, которые мы знали. Вот это всё уже часть стандартной космологической модели. Эпоха инфляции – это граница стандартной космологической модели, то, что раньше непонятно. В стандартной космологической модели, когда в возрасте Вселенной было несколько минут, произошёл нутриосинтез из горячей Вселенной, с очень большой космос, с большой температурой, такой большой, что разбивались при соударениях даже ядра атомов, сформировались атомы, когда Вселенная достаточно остыла для этого. Здесь сформировались атомные ядра, здесь сформировались атомы. Вот здесь произошла рекомендация идут с кучей техническими планами. Между этими двумя временами наступила эпоха доминирования материи. До этого главной составляющей массы во Вселенной было излучение. Здесь, от начала доминирования материи до начала доминирования тёмной мельки, материя давала основной два функции мельки. Сейчас же мы живём эпоху доминирования тёмной мельки. Но здесь в промежутке находятся некоторые другие интересные времена. Формирование Земли, самые старые известные галактики и тёмные века, когда ничего не излучаются. Ну вот одна из самых старых известных галактик. Там слабенькая, еле заметная точка на фотографии телескопа Хаббла. Ну и в будущем во Вселенной тоже могут происходить разные интересные эффекты, в том числе и выходящие за рамки стандартной космологической модели. Всё, что мы знаем о стандартной космологической модели, мы знаем только с какой-то точностью. Ну, например, мы не можем быть уверены, что плотность тёмной энергии сохранялась. Могло бы быть такое, что со временем плотность тёмной энергии будет изменяться и, соответственно, Вселенная будет ускорять свою расширение. В конце концов, это может привести к тому, что на каких-то больших временах Вселенная ускорит своё расширение настолько, что порвётся на части собственных движений. Вот это движение уже затронет не только галактики, но и звёзды, и планеты, и атомы. То есть за часы до этого большого разрыва Земля освободится от Солнца, за секунды до этого большого разрыва Земля развалится на отдельные составляющие части, потом порвутся и все атомы. Ну, такое теоретически возможно, но из стандартно-космологической модели, из имеющихся наблюдательных ограничений, мы знаем, что это произойдёт очень неискоро. Как видно. А может, не произойдёт вообще. Другой вариант. Большое слопывание Вселенной. Big Crunch. Если у Вселенной плотность отлично атлетической, герезда отлично аттулевой, и Вселенная всё-таки находится на такой орбите аналогично-электрической. Вселенная тогда может сожжаться и схлопнуться. Тоже было бы, наверное, очень интересно жить в такой момент времени. Но если он когда-нибудь и будет, то вряд ли мы до него дошли. Если же стандартная космологическая модель верна, её можно продолжать, будучи и бесконечно, то должно произойти великое замерзание, уплывая смерть Вселенной. Ничего особенного интересного вроде этих двух происходить не будет. Просто Вселенная будет расширяться, Плотность звёзд и галактики. Плотность галактики в пространстве будет всё уменьшаться. Новые звёзды перестанут формироваться со временем, потому что всё термо-термо-термо-термо-плео будет израсходовано. Галактики начнут испаряться, из галактики будут со временем улетать звёзды, и плотность вещества будет становиться более однородной. Потом будет происходить испарение чёрных дыр из-за излучения Хокинга, если эта теория также верна. И это будет происходить, конечно, до ещё больших временам. Когда-нибудь может произойти распад протонов, если, ну, как это предсказывают некоторые теории Великого объединения. И, в конце концов, во Вселенной, по-видимому, останется просто смесь либо частиц фотонов и нейтрино, ну, фотонов, нейтрино и каких-то частиц электронов-хотонов. Либо, если произойдёт вот это, то электронов-хотонов тоже достанется. Только фотоны и нейтрино. Очень скучная Вселенная. Ну, опять же, к счастью, нам дожить до этого не пройти. И у нас есть очень интересная и красивая Вселенная, которую мы можем исследовать. Спасибо за внимание. В теории возникли модели, которые допускали такой закон. Но строгих предсказаний, что и как наблюдать, теоретики не делают. И наблюдения провёл тот самый Эдвин Хаут, о котором очень много говорил Макс. Который вёл классификацию галактики. Вообще был крупнейшим специалистом по галактикам за практически всю историю Астралии. Современная космология начинается с Эльберта Эйштейна. Который в 1916 году построил общую теорию относительности. Эта теория была способна описывать пространство на очень больших масштабах. Для очень сильных гравитационных планет. Она представляла собой общение специальной теории относительности, которую он построил 11 годами раньше. И то, что Эйштейн получил в 1916 году, это прежде всего основные уравнения, из которых можно было рассчитывать любые гравитационные поля. И также несколько простейших приложений. Ну, в частности, он тогда же объяснил в рецессии переделия Меркурия, что стало одним из лучших доказательств общей теории относительности. Предсказал гравитационное линзирование. Нет, это современные темы, то, что Эйштейн предсказал. Отклонение луча света к гравитационным полям. И оно действительно было обнаружено и с этими годами позже, и стало одним из первых подтверждений общей теории относительности. Но в 1917 году Эйштейн задумался и над другим возможным приложением его уравнений. Он попытался своим уравнениями написать всю Вселенную в целом, ее динамики. Ну, ему это удалось с одним большим «но». Его Вселенная всегда вспомнилась. Она не могла быть стационарной. Из астрономических наблюдений Эйштейн знал, что Вселенная, как мы ее видим, на больших временах остается примерно такой же. Но от Туманной Сеандроледы до нас свет идет 2,5 миллиона лет, то есть расстояние 2,5 миллиона световых лет. И это значит, что он был искусствен тогда, когда нас с вами еще не было, когда людей еще не было на Земле, а жили наши дальние предки астролопитов. Ну, местная группа галактик, включая нашу галактику и Андромеды, находятся на этом рисунке вот здесь, местная группа галактик. А это другие галактики и группы галактик, скопления галактик в ближайших окрестностях. Ну, ближайшая очень массивная группа галактик – это скопление галактик в созвездии белых. И здесь расстояние 54 миллиоза световых лет. Здесь, помните, было только капсалин-миллиоза. Ну и это значит, что свет оттуда был искусствен ненамного похоже, чем вымерли динозавры. Ну, дальше эти скопления галактик формируют во Вселенной такую ячеистую структуру. Вот разные скопления галактик. Скопление Гео, где-то тут недалеко от центра его ближайшей окрестностей, сверхскопления галактик галактик. И вот здесь есть сверхскопление дшеплик, к которому мы движемся. Вот оно настолько массивно, что притягивает все окрестные сверхскопления галактик. И они со временем стекаются на него. Ну, по крайней мере, приобретают компоненты скорости, направленные к сверхскоплению шеплик. Как это было установлено, мы поговорим в конце лекции. Ну, а пока, скажем просто, расстояние. Презвестим эту спрашивую цифру, 650 миллионов световых лет, когда еще не начался кемпинг. Когда даже триломитов на Земле еще не было, был исключен свет из сверхскопления шеплик, который мы сейчас регистрируем нашими телескопами, но, конечно, только очень мощными, потому что галактики на таких больших расстояниях, даже сверхмассивные галактики становятся очень маленькими, очень слабыми светимостями. Ну, и если мы перейдем на еще большие масштабы, на масштабы большие, чем сверхскопления, то Вселенная окажется в целом однокленно. На масштабах больших, чем где-то 50-100 миллионов световых лет, Вселенная оказывается практически постоянной по плотности. И тогда, когда мы ее будем описывать, будет применима гидродинамика, которая имеет дело с однородными светами. Ну, об этом описании мы тоже поговорим чуть позже. Ну, вот так выглядит Вселенная, если совсем вкратце. Состоит по порядку величины из одного атома на кубический метр. Содержит видимая часть Вселенной примерно 10 в 11 галактике, примерно 10 в 11 степени звезд в каждой из галактик. Вокруг многих звезд известно, что есть планеты. На одной планете нет жизни, по крайней мере. Ну, и вот снова разные масштабы. Максимов говорил об этом масштабе. Я сегодня буду говорить об этом. О звездах поговорит Дмитрий Геннадьевич. Ну, и также несколько лекций будут относиться к разным объектам. Вот в этом диапазоне масштаба. Солнечную систему мы на этой школе трогать не будем. И, надеюсь, она когда-нибудь станет темой для другой подобной нашей школы. Ну, и теперь, когда мы шапочно познакомились со всеми действующими лицами космологии, давайте знакомиться более подробно с тем, что происходит на самых больших масштабах. И главная тема первой части нашей лекции – это закон ХАП. Закон разбегания галактик. Этот закон возник в теории раньше, чем он был обнаружен экспериментално. И я журнучно говоря. Радиосвязь, то отставание на секунду в одну сторону, на секунду в другую сторону всего получается 2-2,5 секунды. Если пытаясь узнавать, нагрешаясь, например, с Марсом, как, может, кто-то из нас видел в фильме «Марсиалин», то задержка несколько минут получается. Ну, до самых дальних планет Солнечной системы свет идет несколько часов. Ну, а до дальних комет уже несколько дней, может, порядка недели. Когда мы переходим на больший масштаб и рассматриваем соседние звезды, то здесь время уже измеряется и в световых днях, и в световых неделях, и в световых годах. Это расстояние до ближайшей звезды, Альфа Центавра, 4 световых года. То есть, когда мы смотрим на какую-нибудь звезду, то мы видим свет, который был испущен, когда мы были на 4 года младше, на 10 лет младше, и когда мы вообще не родились в случае, может быть, даже ярких, но далеких звезд. Есть и такие. Звезды вокруг Солнца расположены более-менее однородно, но если мы переходим на большие масштабы, то мы видим вот такую прекрасную структуру, которую описывал Массиво на предыдущей лекции, которая называется «Млечный путь», наша галактика. Мы видим ее с ребра на небе как яркую полосу, потому что все звезды, лежащие в плоскости галактики, сливаются в один сплошной светловатый фон. И чтобы оценить размер млечного пути, чтобы оценить размер нашей галактики, наших привычных представлений о времени уже будет мало. Надо воспользоваться нашими знаниями и историей. Вот, например, от центра галактики до нас свет шел 25 тысяч лет, то есть 25 тысяч световых лет расстояния. Ну, это значит, что он был испущен тогда, когда еще в серио Аспоне были нарисованы вот эти прекрасные рисунки древних людей. Вот соседние галактики. Туманность Андромеды, или галактика Андромеды, М31, ближайшая сверхмассивная галактика, которая даже чуть больше нашей, которая тоже, в принципе, относится к сверхмассивной, и много других галактик меньших размеров. Я Алексей Голован из Харьковской Советской Обсерватории и Системы одновременно. И сегодня я хотел вам рассказать про космологию. По вопросам меня просили еще раз повторить вопрос Васимо о том, кто физики, кто не физики. Вы такое ли, что те, кто не подняли руку вообще, просто не понимают английского? Нет? Пожалуйста, еще раз. Кто физики? Спасибо. Кто где физики? А, Голи. Кто не понимает английского? Кто не понимает английского? Руслан, Витя не обманывай. Хорошо, постараюсь как-то угодить и тем, и другим, как сильнее. Да, и презентация у меня будет на английском, во-первых, для того, чтобы угодить еще и максимум, а во-вторых, потому что мне было лень переводить. Итак, космология. Если совсем вкратце, когда-то над ним давно был большой взрыв. Вселенная с тех пор расширялась. Вот в разных вертикальных сечениях мы получаем размер Вселенной разный в моменте времени. Ну вот сейчас он стал такой большой, и вниз формировались разные круги. Давайте теперь поговорим обо всем этом более подробно. Начнем издалека, просто чтобы дать общую картину того, где это все происходит. Вот как выглядит Вселенная на разных масштабах, что она собой представляет? Ну, Солнечная система – это то, что нам хорошо известно со школой. Давайте, чтобы сразу оценивать расстояние, будем выражать расстояние в масштабах времени. Вот сколько времени понадобится свету, чтобы пройти расстояние на каждом из этих масштабов. Ну, например, в Солнечной системе мы знаем, что от Солнца до Земли, вот это расстояние, свет проходит за 8 минут. От Земли до Луны за одну секунду. Ну, сразу же огромная разница расстояния, да? Вот когда с Луной идет... ... ... ... ... ...